Национальный костюм – это не просто одежда, это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Яркий пример – это марийский костюм. Его невозможно представить в отрыве от различных техник вышивки, ткачества и придения. Такой необычайной красоты костюм делает рукодельница из деревни Бурнюш Зинаида Мухина. Давайте поближе познакомимся с рукодельницей. В свободное от домашних работ и забот время Зинаида Мухина сложа руки не сидит. Она берет в руки спицы и пряжи начинает творить. Женщина вяжет предметы одежды и украшения для домашнего интерьера, вышивает картины крестиком. Три года назад увлеклась швейным мастерством, теперь изготавливает национальные марийские платья и создает оригинальные узоры. Сделала 8 комплектов с фартуком вместе. Примерно сколько на один костюм уходит времени? Времени уходит где-то около месяца. Сложнее вышивать, потому что глаза под ярким светом надо вышивать. Поэтому тяжело. То бабушкам жила я раньше, маме жила, тоже старалась я сама. Ну, я не живя, а просто самовочка. Ага, ну приезжают из других деревень, спрашивают, нет? Спрашивают, мне некогда. А некогда потому, что Зинаида Салимовна в свободное время еще и поет. Она участница фольклорного коллектива «Ужара» Бурнюшевского сельского клуба. Ансамбль является постоянным участником районных и республиканских праздников. Два года подряд выезжали на фестиваль финно-угорских народов. Ансамбль существует уже более двух лет. Женщины активны и творчески, несмотря на то, что большинство из них – пенсионерки. К слову говоря, сценические марийские платья для своих коллег по цеху изготавливала именно Зинаида Мухина. Участницы коллектива ее прозвали своим личным костюмером. У нас разные были раньше костюмы. Позапрошлым году сидели и думали, весь коллектив собрался в клубе и думали шить костюмы. Но пришли к единому мнению. Сначала для себя шила тетя Зина, для себя шила. Потом нам тоже шила. Во все праздники ставим концерты. Все участники участвуют. Наши коллективы всегда принимают участие. В последнее время мастерица работает над национальным мужским костюмом. Его Зинаида Салимовна изготавливает специально для своего мужа. По словам рукодельницы, если бы не его помощь по хозяйству, на творчество у нее времени бы не хватало. Рубашку решила украсить старинным марийским орнаментом, который также выполняется вручную. Во время нашего приезда как раз проходила заключительная примерка. Нынче она взялась за это, за шитье, вышивание. На вышивание очень много времени занимает. Каждый цветок она вышивает почти день, сидит целыми днями. Я ее освобождаю внутри работы. Сам сейчас стараюсь выполнять это дело. И она вот справляется с этими. Я в свободное время делаю рамки для пчел, кули готовлю лету. А летом в свободное время почти нет. Чита Мухиных, фольклорный коллектив Ужара, да и все местные жители сейчас активно готовятся к предстоящему в их деревне мероприятию. 28 мая в Бурнюше пройдет один из любимых морицами национальных праздников Семык.